Доброе утро, дорогие зрители! Мы рады приветствовать вас! Здравствуйте! Вы смотрите «Утро» на ОТВ. С вами Наталья Гончарова и Елена Краева. Встречайте новый день с нами, и сегодня вы увидите в нашем выпуске. Новые технологии дорожной ремонтной работы в Ново-Ивановском проинспектировал глава округа. Дачная амнистия. Общее собрание с председателями СНТ, ДНТ и дачных кооперативов провели в Одинцовском округе. Всероссийское голосование. В Подмосковье онлайн выбирают объекты благоустройства на 2024 год. Личный прием. С насущными вопросами к секретарю Одинцовского отделения «Единой России» Андрею Иванову обратились местные жители. Актуальные вопросы. Депутаты Мособлдумы и Одинцовские единороссы посетили Центр поддержки участников спецоперации и их семей. Русь православная. В культурно-досуговом центре Заречья открылась выставка произведений Виктора Дименчука. Сегодня 26 апреля. В этот день, 37 лет назад, произошла самая крупная катастрофа в истории мирного атома – авария на Чернобыльской АЭС. В ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке ЧАЭС проводили испытания турбогенератора. Планировали остановить реактор и замерить генераторные показатели. Безопасно заклужить генератор не удалось. В час 23 минуты на энергоблоке произошел взрыв и пожар. Общее число ликвидаторов аварии тогда превысило 526 тысяч человек. Ветераны-чернобыльцы и сегодня передают свой опыт работы в условиях чрезвычайной ситуации молодому поколению. В нашем округе проживают немало ликвидаторов, то есть страшные аварии. Ежегодно они проводят забег памяти чернобыльцев, а также памятное мероприятие у мемориала на улице Маршала Неделина. В нашем вечернем выпуске мы обязательно расскажем о том, как чтят память участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС в нашем округе. А о том, чем еще примечательен сегодняшний день, смотрите далее. В 1936 году, 26 апреля, в СССР ввели персональные звания для начальствующего и рядового состава Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Иерархия званий начиналась с милиционера, старшего милиционера и далее по возрастающей. Замыкал цепочку главный директор милиции. Также в этот день, но в 1803 году, тысячи метеоритов упали в районе французского города Легль. Именно тогда начали изучать внеземные осадки. После метеоритного дождя французская академия наук признала возможность падения камней с неба. 26 апреля отмечают Всемирный день интеллектуальной собственности. Профессиональный праздник всех тех, кто что-либо создает с помощью своих творческих способностей. Музыкантов, режиссеров, ученых, писателей, художников и дизайнеров. Событие учреждено Генеральной Ассамблеей Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности в сентябре 2000 года. 26 апреля родились такие исторические личности, как римский император, философ Марк Аврелий, королева Франции, супруга Генриха IV, мать Людовика XIII Мария Медичи, а также леди Эмма Гамильтон, возлюбленная адмирала Нельсона. В числе наших современников день рождения отмечают актеры Анна Старшинбаум и Григорий Сиатвинда. И к новостям муниципалитета. С наступлением весны дорожные службы ежегодно сталкиваются с проблемами разрушения дорог. Мелкие трещины, ямы. На всей территории Одинцовского округа сейчас идут активные ремонтные работы. Одну из локаций в поселке Ново-Ивановское посетил глава муниципалитета в рамках выездной инспекции. Какие технологии сегодня считаются наиболее эффективными, смотрите в нашем следующем сюжете. В Одинцовском округе продолжают ямочный ремонт автодорог. Технология устранения ям и других дефектов не отличается от той, что используется при дорожном строительстве. Состав смеси подбирают индивидуально под каждый участок, что обеспечивает высокую прочность и качество работы. Мелкие трещины у нас идут за лифкой битума, потому что трещины идут вдоль всей дороги. Максимальное разрушение берем, выпиливаем и укладываем асфальт. В муниципалитете помимо традиционных методов ямочного ремонта уже второй год применяют новую технологию повторичной переработки асфальтовой крошки. Аппарат «Рециклер» изготавливает смесь, которую укладывают на дорожное полотно. С соблюдением технологий у меня получается такой же асфальт, как с АЗБ. Асфальт и бетонного завода получается полноценный заводской асфальт. Есть какая-то технология, чтобы нам избежать такого тотального разрушения наших заплаток зимой? Быстро. Может быть стык делать между старым асфальтом и новым как-то по-хитрому? Но мы и делаем, и переливаем битумом также трещину. Полтора года держится такой асфальт спокойно. На сегодняшний день в округе учтены все ямы. Они оцифрованы и внесены в единую систему. 84% из них уже отремонтированы. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». Общее собрание с председателями СНТ, ДНТ, дачных кооперативов и других некоммерческих объединений граждан прошло в Одинцовском округе. Одной из основных тем встречи стали дачные амнистия. Также жители смогли задать интересующие их вопросы. Подробности в сюжете Екатерина Крамар. Имущественные отношения, налоговые платежи и другие важные темы для дачников. Работа, направленная на повышение правовой грамотности председателей садовых некоммерческих товариств, ведется в округе уже не первый год. На этот раз в администрации муниципалитета обсудили вопросы регистрации объектов недвижимости по упрощенной схеме. Мы, безусловно, заинтересованы, прежде всего, пообщаться с людьми, понять, какие проблемы встречаются, особенно в части имущественных отношений. То есть, это регистрация домов по дачной амнистии, переводы жилых домов в нежилые. Тоже касаемся вопроса и социальной газификации, электроснабжения, вывоза мусора. В общем, все те проблемы, которые сталкиваются с садоводами непосредственно. И мы, как бы, эти все-таки наши проблемы доносим до высокого руководства. И эти вопросы решаются. Анна всегда ходит на собрания с председателями ДНТ, СНТ и дачных кооперативов. Жительница Кубинки уверена, что полезная информация, которую собственникам земельных участков рассказывают на встречах, помогает уберечь от проблем. Нам нужно было провести реновацию электросетей. Это было очень сложно и очень дорого. У нас очень мало участков, 53 участка, поэтому для нас это было очень дорого. А после этого нам еще нужно было оформить землю общего пользования. Есть и новшества в сфере законодательства, которые необходимо разъяснять дачникам. Например, в прошлом году президентом Российской Федерации была утверждена госпрограмма по созданию национальной системы пространственных данных. Она предусматривает сверку, выверку сведений о всех объектах недвижимости, которые имеются на территории Российской Федерации, ну и Московской области. Здесь возникают проблемы, когда мы обнаружим земельные участки объекта капитального строительства, достаточно обширные, особенно на территории СНТ, у которых есть ранее возникшие права, но их нет, сведения не внесены в единый государственный лес недвижимости. В округе числится 595 СНТ, при этом около 2700 объектов остаются незарегистрированными. Участникам встречи еще раз напомнили о преимуществах дачной амнистии и ответили на интересующие их вопросы. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». В Подмосковье продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2024 году. Для сопровождения проекта в округе задействуют более 150 волонтеров. Активисты проконсультируют жителей по объектам и внесут данные с ответами в электронную систему. В штабе Одинцовского младежного центра для ребят провели инструктаж и объяснили их задачи. Репортаж Полины Толмачевой. В Одинцовском городском округе выбрано 24 объекта для голосования. Это те основные позиции, где эти объекты расположены. С середины апреля стартовало всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства на 2024 год, которое проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря поддержке нашего президента каждый год большое количество проектов благоустройства воплощается в жизнь. Подмосковные парки, скверы, набережные, центральные улицы и площади городов становятся комфортными и современными. Радуют глаз. Важно, что активное участие в этих переменах принимают жители. В Одинцове провели инструктаж для волонтеров, которые будут работать на локациях округа и проводить опрос среди населения. Мы им рассказали основы, в принципе, для чего этот проект реализован, как он будет происходить у нас в округе, какие локации для голосования выбраны и, в принципе, их этапы работы, которые будут с 15 апреля по 31 мая всего голосования. На этот период собираются привлечь около 150 волонтеров, но желающих поучаствовать в проекте гораздо больше. Мы уже сейчас видим резонанс. У нас 200 человек. Заявки отбираем, рассматриваем. Возрастное ограничение 14+, а верхнего порога у нас нет. Ребятам выдадут именные бейджи, брендированную экипировку и планшеты, куда они будут вносить данные о респондентах и выбранных ими объектах. Длительность смен для волонтеров – 4 часа. Ребята, когда работают на своей локации, предлагают нашим жителям, жителям Одинцовского городского округа, принять участие в голосовании, провести свою гражданскую позицию и отдать голос за тот или иной объект для голосования. В штаб на обучение пришли как опытные волонтеры, так и начинающие. Насте недавно исполнилось 14 лет. В организации она всего месяц. Но девушка быстро включается в работу и с радостью участвует в общественной жизни округа. Это важно и останется надолго, поэтому мы внесем сюда свою лепту, кусочек, частичку души. В 2022 году в онлайн-голосовании приняли участие более 350 жителей Подмосковья, а сопровождали проект несколько тысяч волонтеров. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. А теперь переходим к новостям Москвы. В Москве началась регистрация на участие в молодежной программе «Твой старт в туризме». Студенты профильных вузов и колледжей на практике познакомятся с особенностями профессий в туристической сфере. В формате интенсива они будут работать с наставниками и потенциальными работодателями. Тех, кто покажет лучшие результаты, пригласят на стажировку в туркомпании, отеле, экскурсионные бюро, музеи и парки Москвы. Прием заявок на участие продлится до 23 мая. О других новостях вы узнаете далее в нашей рубрике. Искусственный интеллект заботится о здоровье пациентов в Москве. Цифровизация столичного здравоохранения предполагает не только более быстрый и комфортный сервис, который дает использование онлайн-записей и электронных медкарт, но и применение высоких технологий непосредственно в лечении пациентов. Сегодня искусственный интеллект применяется в столичном здравоохранении четырьмя разными способами. Анализирует медицинские снимки, например, КТ, рентген или МРТ, помогает врачам с принятием решений, работает как чат-бот для общения с пациентами, а также анализирует электрокардиограммы. Почти 640 проблем с долгостроями решено в Москве с 2011 года. В итоге 184 объекта удалось достроить. Среди них бизнес-центр «Оружейный» и комплекс на площади Павелецкого вокзала. Еще на 258 объектах удалось возобновить работы. Остальные долгострои снесли, а их территории привели в порядок. Среди них Хохловская площадь в центре города, достопримечательностью которой стал фрагмент стены Белого города. Новая детско-взрослая поликлиника начала принимать пациентов в Солнцеве. Теперь получать медпомощь здесь будут 43 тысячи пациентов, 36 тысячи взрослых и 7 тысяч детей и подростков. При этом отделения имеют разные входы, из-за чего пациенты не пересекаются. Это уже 10-е медучреждение, построенное по новому московскому стандарту поликлиник. Что касается программы капитального ремонта поликлиник, то она завершена уже на 40%. И вновь к новостям муниципалитета. Глава округа Андрей Иванов провел личный прием жителей муниципалитета. К нему обратились с такими вопросами, как благоустройство территории, расселение из ветхого жилья, помощь в организации летнего отдыха для детей и другими. Из офиса партии «Единая Россия» материал Полины Баховой. Летние каникулы не за горами, и родители уже продумывают организацию досуга для своих детей. К главе муниципалитета Андрею Иванову обратилась многодетная мама. Она мечтает отправить двух младших ребят на море. Пока отец семейства на военной службе одной справится с четырьмя детьми непросто. Во-первых, как супруга мобилизованного, детишки, люди, многодетные, поэтому здесь будет точно в приоритете детки. Детки, единственное, что на море в этом году пока не рассматривают, насколько я знаю. Мы не рассматривали Крым. Скорее всего, Сочи, Анапы, нам будет в доступе. Ну, в любом случае, из того, что у нас будет, мы обязательно вам предложим. В помощи нуждаются и ребята, пострадавшие от военных действий. Соцзащита города Докучаевска Донецкой Народной Республики обратилась с просьбой оказать помощь детям-инвалидам. Вообще, это был детский дом. Пришли прилеты. Персонал детского дома разбежался. Прошел участковый и стал этих детей просто раздавать по семьям. По семьям, да. Детский дом был разрушен. И впоследствии дети стали еще больше прививать, потому что их стали вынимать под завал, под прилетом. У многих отсутствуют ручки, ножки. Пять тонн груза, в том числе специальные тренажеры и медикаменты собрали. Осталось решить вопрос с доставкой его до места назначения. Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов обязался помочь незамедлительно. Обращение следующего жителя по расселению из ветхого жилья также уже прорабатывается. Наши вот эти четыре дома, первый, второй, третий и шестой, никто и ремонтировать не собирается, и реконструировать не собирается. И с переселением перспектив вот просто никаких нету. Вот. И это на самом деле ситуация, она тревожит людей. По словам главы, повода для беспокойства нет. Проблема находится на контроле администрации округа и партии «Единая Россия». Полина Бахова, телекомпания Одинцова. И смотрите далее в нашей программе. Актуальные вопросы. Депутаты МОСОБЛДУМЫ и Одинцовские единороссы посетили Центр поддержки участников спецоперации и их семей. Русь православная. В культурно-досуговом центре Заречья открылась выставка произведений Виктора Демитчика. Про добро. Благотворительный забег пройдет на Центральном стадионе в Одинцове. Депутаты МОСОБЛДУМЫ Дмитрий Голубков и Лариса Лазутина вместе с Одинцовскими единороссами посетили Центр поддержки участников спецоперации и их семей. Обсудили актуальные вопросы и передали гуманитарную помощь в зону СВО. Новая микроволновая печь, брошюры о мерах социальной поддержки и сладости к чаю. С такими подарками депутаты МОСОБЛДУМЫ Дмитрий Голубков и Лариса Лазутина вместе с Одинцовскими активистами «Единой России» приехали к волонтерам. В помещении на улице Вокзальной неравнодушные жители помогают участникам спецоперации и плетут маскировочные сети. Много людей помогают и участвуют в общих делах, в том числе наши граждане, которые недавно стали гражданами Федерации, спецоперативных территорий, все это будет не лишним узнать о мерах социальной поддержки. Это отдельная организация, они обратились к нам, у них не было помещения и мы его предоставили. Там помимо плетения сетей, там также делают окопные свечи девочки, вот, дружат между собой и нам приятно, что мы могли помочь помещениям для благого дела. Также в Одинцовский пункт сбора гуманитарной помощи депутаты МОСОБЛДУМЫ передали медицинскую марлю и сгущенку. Все это отправится на фронт для военнослужащих. У меня есть волонтер, который формация автономная, у нас там медицину формирует. И мы в каждый пол, в каждый батальон собираем такую сборную прямо, ну, то есть от животика, кровоостанавливающую, жгутину, то есть минимальный набор. Птичка такая, да. Да, 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 которая, чтобы у них всегда была. Одной из точек рабочей поездки стал Центр поддержки семи мобилизованных граждан. Здесь депутаты встретились с женами участников спецоперации и обсудили актуальные вопросы, пути их решения и работы учреждения. За истекший период проделана большая работа, систематизирована, снято большинство вопросов. И сейчас уже работа идет, ну, скажем так, в текущем режиме. Самое главное, что в диалоге депутаты в курсе. Все депутаты Московской областной думы активно принимают участие в данной работе. В завершении встречи парламентарии поблагодарили всех за участие и оставили в Центре брошюры с указанием мер социальной поддержки. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». К новостям культуры. Выставку произведений заслуженного художника России Виктора Димгинчука «Русь православная, старец Ильи» открыли в культурном досуговом центре «Заречье». Необычные картины и притчи автор создает по благословению старца, используя свой особый изобразительный язык. Его работы наполнены любовью к ближнему и вселяют надежду на борьбу со злом. Увидев добро, я плачу добром. Увидев зло, я плачу добром. И вот это моя миссия, чтобы оставить яркий след в жизни. В культурно-досуговом центре «Заречье» открылась выставка произведений Виктора Димгинчука «Русь православная, старец Ильи». Заслуженный художник обратился к евангельской теме много лет назад. Поездка в Оптину пустынь дала новый виток в развитии его творчества. Картины обрели высокую духовную наполненность. Теперь они больше напоминают о силе веры и стойкости духа. Это своеобразный современный взгляд через современных святых на выдающиеся иконы произведения Русской Православной Церкви. Все творчество Виктора Димгинчука пронизывает любовь к России, истории, природе и, конечно, людям. Его неуемная энергия и желание сделать мир ярче заряжает окружающих, почитателей таланта и друзей, которых, к слову сказать, немало. В этот день поздравить художника пришли те, кто все эти годы шел с мастером рука об руку. Он, знаете, человек очень особенный. Он скромный и в то же время чрезвычайно энергичный человек. Вот, знаете, он из тех людей, которые сами творят энергию. В честь маэстро прозвучали поздравления. Для него исполнили любимые песни и даже посвятили оду. Виктор Борисович прошел долгий путь от молодого мастера до заслуженного художника России и члена корреспондента Академии художеств. С его именем на Зареченской земле связывают появление памятников и даже строительство православного храма. Его работы широко известны. Они представлены в музеях и частных коллекциях России, США, Италии, Германии, Франции, Болгарии и других стран. Но Виктор Борисович воистину русский художник. Я старался быть предельно честным, искренним и благодарить Господа, что я встретился с этими людьми. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. А теперь о том, что происходит в России. 15% россиян планируют взять подработку на майские праздники. Самыми популярными профессиями оказались таксист, курьер, комплектовщик товаров, продавец, няня, работник колл-центра, фотограф и работник на базе отдыха. О других новостях России смотрите в нашей рубрике. Россиянам рассказали, как правильно снять с себя клеща. Перед процедурой нужно смазать насекомое жиром, например, растительным маслом или керосином. Если просто выдернуть клеща, он может оставить свой хоботок в коже, и на этом месте возникнет нагноение. По словам врача-иммунолога, затем членистоногого необходимо отдать в лабораторию. Если на месте укуса появятся пятна, то нужно сразу обратиться к врачу. Численность севучей на юге Сахалина превысила 2000. В апреле у берегов наступает пик нереста сельди. В это время краснокнижных севучей в местных сайонных водах становится больше. Их можно встретить в разных местах, в том числе на волноломе города Невельск. Морские львы приходят исключительно для того, чтобы отдохнуть на своем пути следования за косяками рыб. В атмосфере Земли прошла очень сильная магнитная буря, поэтому полярные сияния наблюдались в Санкт-Петербурге и Москве. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. И вновь к новостям округа. 21 мая на центральном стадионе в Одинцове пройдет благотворительный забег «Я бегу, ребенку помогу». Участвовать в нем и помочь детям с особенностями здоровья смогут все желающие. Подробнее об акции расскажет Екатерина Крамор в рубрике «Про добро». Здесь соревнуются не за медали и не за награды. И совсем не обязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы принять участие в благотворительном забеге «Я бегу, ребенку помогу». С 2016 года проведение акции стало доброй традицией в округе. В прошлом году на центральный стадион пришли более 300 человек. У нас действуют три варианта забега. Первый забег – это паралимпийский, в котором бесплатно бегут все инвалиды и их родители, семьями. Второй забег – это фан-забег, костюмированный. Будем всех приветствовать в костюмах. Тоже на 100 метров. Основным забегом является прохождение дистанции в 2,5 километра. Участвуют все – школьники, взрослые и старшие поколения. Главной целью является сбор средств для лекарственной и терапевтической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Можно подать заявку на сайте, как на корпоративную команду, так и на индивидуальный забег. И можно прийти просто на само мероприятие и на месте, на регистрацию, зарегистрироваться и принять участие в забеге. Организаторы каждый год выставляют на официальный сайт фотографии с описанием тех, кому можно помочь. В этом году забег «Я бегу, ребенку помогу» состоится 21 мая. Всех желающих принять участие ждут на центральном стадионе с 9 утра. Также для участников приготовили сюрприз – танцевальный мастер-класс. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается небольшой дождь, а также пасмурная погода. Температура воздуха днем – 15-17 градусов тепла, ночью – плюс 10-12. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное – 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 77%. Геомагнитное поле – спокойное. И в завершение узнаем, что же ждет нас сегодня в течение дня. Сегодня для принятия правильного решения достаточно нескольких минут. Положитесь на интуицию и все задуманное обязательно реализуйте без проблем. Этот день стоит провести активно и энергично. Подробнее в нашей следующей рубрике «Гороскоп». Овны. Вы полны желаний, планов и надежд. Не заводите случайных знакомств, не доверяйтесь малознакомым людям. Тельцы. Сегодня отдохните и откажитесь от всего ненужного. Чтобы избежать проблем со здоровьем и прочих неприятностей, займитесь собой. Близнецы. Не бойтесь воплощать в жизнь смелые планы и во всем положитесь на свою интуицию. Не упустите удачу. Раки. В эти дни может произойти романтическая встреча. Не бойтесь рисковать. Благодаря эффекту неожиданности вам будет легче добиться своего. Львы. Сегодня вас ждут романтические встречи и новые возможности. Не упустите свой шанс. Девы. Вероятно, возобновление любовных отношений. Возможно, поначалу это будет еще не любовь, а просто взаимный интерес и приятное общение. Весы. Сегодня вы чрезвычайно энергичны. Возможно, неожиданные знакомства, которые легко перерастут в роман. Скорпионы. У вас впереди благоприятный период. Главное, настройтесь на позитивный лад, и у вас все получится. Стрельцы. Благодаря своим способностям и трудолюбию можно достичь многого. Но дорога к успеху иногда бывает длинной, и вы должны осознать это. Козероги. В этот день лучше свернуть все значимые диалоги или быть в них предельно осторожными. Велика вероятность задеть чужие чувства или убеждения. Водолеи. Время творчества, оригинальных идей и необычных событий. Успехов в это время достигают те, кто рассчитывают на себя, а не на других. Рыбы. Будет возможность сделать много полезного и для себя, и для окружающих. Вы найдете применение своим талантам. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Удачного вам дня и всего самого наилучшего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова